Здравствуйте, дорогие друзья! В таких необычных обстоятельствах я записываю свое поздравление, связанное с юбилеем нашего прекрасного художника Виктора Липедифоровича Борисова-Мусатова. 14 апреля 2020 года ему исполняется 150 лет со дня рождения. Еще в 1917 году искусствовед Абрам Эфрос писал, что ему, тишайшему, фатально не везет, и грохот общественных катаклизмов все время заглушает нежнейшую мозу этого художника. Но что поделать, 150-летний юбилей не оказался исключением. Однако, как замечал другой исследователь Иван Евдокимов, до тех пор, пока человечество не перестанет влюбляться, печаловаться, оно не перестанет приходить к Мусатовскому водоему, осеннему мотиву, изумрудному ожерелью и многим другим прекрасным произведениям художника, обращенным к тончайшим струнам нашей души. Сам Мусатов очень любил одну французскую песенку. И строками из нее назвал одну свою картину, которая сейчас находится в Одесском художественном музее. Мы вернемся в эти долины, когда вновь расцветут сирени. А сирени обязательно расцветут, и мы обязательно встретимся. И все запланированные мероприятия, и дни открытых дверей, и выставка, и издание, конечно же, состоятся. И юбилейный год, что же, значит, он просто продолжится, и все произойдет в свой срок. Дорогие друзья, я от всей души благодарю своих коллег, музейных сотрудников из разных музеев нашей огромной страны, а также из музеев мира, которые поддержали наш проект, вдохновленный Мусатовской музой. Уже успели прислать свои произведения. Дали согласие на публикацию своих картин на нашем сайте «Новости Радичевского музея», где мы все время публикуем истории о произведениях Борисова и Мусатова. Я благодарю вас, и мы надеемся, что эта работа всем нам доставляет огромную радость и удовольствие. И, может быть, в ней как раз и воплощается та гармония, которой так стремился Виктор Борисов-Мусатов. Виктор Борисов-Мусатов